Да и пускай себе месят. А каких же вы учеников-то в нулевой класс желаете? Трактористов что ли? Вон они, тоже глину месят. Тут Марья Семеновна говорит Ванечке, приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс. На сцене питерского дворца рейзанка София Сеченава. Вместе с актером Павлом Панковым они читают отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Совместное исполнение – это новинка десятого сезона международного конкурса юных счетцов «Живая классика». Это суперфинал, и он должен быть внезапный, и мы должны меняться, потому что конкурсу 10 лет. И если 10 лет конкурс проходит в одном и том же формате, из года в год все одинаково, все все знают, все предсказуемо, то это на самом деле такая стагнация, после которой наступает у проекта смерть. Проект может быть живым тогда, когда он вызывает эмоции. Эти эмоции могут быть разные. Это и любовь безграничная, и слезы, и недовольство, и только тогда это живое. Из двух с половиной миллионов школьников со всего мира до суперфинала добрались только 11 человек. Притом есть ребята из Нидерландов, Америки и Италии. Мне показалось, что дети очень во многих моментах искренние, и действительно пытаются найти то, что их по-настоящему трогает и волнует в литературе. Действительно ребята брали такие куски, которые и взрослым актерам не всем под силу, знаете ли, прочитать должным образом. Потом уже члены жюри признали, что выставлять оценки было неимоверно сложно. Помогал и зал. Для этого специально на экран вывели шумомер овации. Впрочем, все участники без исключения признались, что даже с такой огромной поддержкой их, что называется, немного потряхивало. Страшно было очень, страшно было конкретно. Вот, вся сидела, дрожала. Вышла, выступила, и как-то груз с плеч снялся. Все, фух, выдохнула. Вот, и после выступления уже было все хорошо. Несмотря на поддержку зала и зрителей, онлайн-трансляции победить у Софии не получилось. Однако девушка не расстроилась. Говорит, в следующем году попробует снова. С ребятами уже сдружилась, чувствовали себя не конкурентами, а друзьями. Поэтому и сами участники поддерживали и болели друг за друга. Финалистами стали Джорджио Гранди из Италии, Акулина Павлова из Твери и Милена Королева из Санкт-Петербурга. Это, конечно, была мечта, и, конечно, сложно было представить, что девочка из маленького, почти никому неизвестного городка, что-то и что-то. А тут такое вот, то есть, жюри весомое, знаменитые люди, звезды просто. И они тебя оценивают, и ты понимаешь, что чего-то, но ты стоишь. Я просто, я... Когда я выходила, у меня сердце просто бешено колотилось. Я не знаю, я думала, сейчас в обморок на сцене упаду. Конкурс «Живая классика» продолжается. Новый сезон стартует уже в ноябре этого года. Ознакомиться с правилами и подать заявку можно на сайте конкурса. Валерий Седов, телекомпания «Город».